ребята всем привет продолжаю сборку своего старичка гольфа 2 сейчас занимаюсь головкой ребятки продолжается работа с гольфом 2 вот сейчас он в таком виде так и стоит и занимаюсь головкой головку отмыл всю и вот сейчас камеру сгорания вот полирнул отполировал то есть все коросты от нагара все убрал и еще заодно так полирнул сам металл сейчас алюминий весь чистый и вот так вот слегка от полированный до блеска в зеркало полировать не буду потому как это но не можно сделать но это долго и нудно вот так вот примерно на пол стадии полировки до зеркала блеска вот полирнул то есть самые глубокие каверные коросточки где-то какие-то дырки неровности убрал ну и заодно тем самым и клапана тоже почистились а вот на гора подписал клапана чтобы они были по порядку в своих седлах сейчас головочку я переверну и буду рассухаривать так ну а здесь с этой стороны почистил тоже глубокий большой нагар со стенок и там внутри тоже насколько это было возможно туда залез все там вышкреп кое-какие места еще остались а вот примерно вот такие вот как это место но тем не менее уже самую большую часть большого нагара сгорит то есть масло на каналы вот вот такие вот большого тока масло тоже зачистил ну и самое главное пацаны вот эти вот каналы вот тоже все так прочистил они сейчас все чистенькие это очень важная вещь в головке потому как это считай артерии как вены у человека подачи крови к сердцу вены играют большую важную роль также и у двигателя на головке гбц тоже вот эти каналы имеют очень большое значение все отверстия почищены вот здесь вот тоже под гидрики отверстия почищены вот они все вот масло здесь довольно таки большой капитальный был нагар масла все зачищенные каналы здесь вот такие вот каналы все прочищены и соответственно вот здесь в этой головке идет вот такой вот один длинный канал который вот от датчика масла то есть я его тоже весь зачистил внутри вот так таким вот шом полом раз 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 он все чистенький сейчас я уже промыл и просушил ну естественно все еще потом я продую из заново после сборки всей головки еще раз за мой и продаю чтобы там никакой шелухи стружки не было вот ну сейчас мне предстоит рассухарить клапана вытащить клапана также почистить все седла тарелки пружины вот такой вот нагар коричневый это вот такая вот шуба масло друзья все распаковал клапана и вот такая картина вырисовывается первый раз за всю жизнь этого мотора распаковались клапана 500 тысяч километров смотрите в каком состоянии находятся клапана вот первый клапан первый клапан у него сухой нагар так вот второй клапанок вот такая шуба у него я еще не знаю не с не рассматривал вот в каком состоянии юбочка на предмет нагара и расклепанность ну конечно соответственно расклепанными клапана будут за это время да он чуть-чуть видно юбочка есть так вот третий клапанок сухой нагар черный четвертый клапанок второго цилиндра смотрите какой шуба довольно таки большая клапанок здесь шубу поменьше либо она вот половина вот отлетела с клапана почему-то когда вот эти вот два первый второй цилиндр довольно таки жирный здесь поменьше на третьем цилиндре и четвертый цилиндр тоже большая шуба нагара ну и этот соответственно да этот мокренький это мокроватый пацаны 500 тысяч голова пробежала сейчас буду смотреть все чистить смотреть где-то что-то подправить нужно в принципе картина не сильно ужасно и я думал будет намного хуже ну нормально головку уже всю сделал практически сейчас я буду собирать это я там поменял направляющие втулки новые клапана купил половина бразильские половина китайские впускные бразильские купил а выпускные китайские клапана целого комплекта китайского либо бразильского не нашлось так вот россыпи получилось естественно сейчас буду ставить новые масла очки и коллекторные пару шпилек поменял и новые гайки гайки обмедненки старые гайки и вообще невозможно было открутить поэтому пришлось их срезать и короче выкинуть они прикипели при ржавели и хрен просто таких можно было бы открутить поэтому их срезал выкина вот да еще поменял коллектор выпускной купил на разборке это проблема сейчас найти коллектор на такой который мне нужен был всякие различные есть это 3 гольф на крепление под болты а у меня живите крепление на скобу круглой поэтому бегал бегал все базары кое-как нашел коллектор это он был с трещиной пришлось там делать сварку ну а мой тот старый коллектор тоже с трещиной но там трещина вот такая здорово поэтому смысла его не было варить он дороже стоил бы по сварке чем купить сейчас бушный на разборе единственная была проблема его поискать побегать найти ну собственно говоря сейчас вот буду собирать головку вон голова это тот коллектор который я приобрел на разборке вот у меня вот с таким вот соплом выхлоп большинстве случаев что я находил тут сопло маленькое и немножечко другое он получается вот этот коллектор немножко больше а тот то что уже сопло выхлопа тот немножечко коллектор по короче почему-то имея ввиду вот это расстояние отсюда досюда то есть если бы я его поставил у меня глушитель бы приемная труба штаны глушителя не совпадали бы с креплением этого коллектора пришлось бы там переделывать впускную трубу штаны не хотелось поэтому бегал искал этот коллектор кое-как нашел вот гайки вот такие сейчас я поставил обмедненки и пару шпилек здесь заменил здесь вот это болезни их на они лопаются трескаются потому какая-то чугунка и от перепада температуры до трещины но в принципе здесь вот такая вот три сантиметра трещина но но жили вот так шов все будет как бы покрепче ну послужит еще поработает этот коллектор естественно все плоскостя здесь притертый притер чтобы не было кривизны никакой и естественно также по плоскости притер сам коллектор вот заменил втулки втулочки новые направляющие мои втулки уже имели большой износ и по клапанам почему-то выпускные хороший впускные все клапана пришлось имели большую выработку вот втулочки направляющие новые седла родные не стоят седла не прогоревшие седла хорошие и седла не расклепанные в принципе по клапанам по седлам вообще они идеальны были не расклепанные не прогоревшие не убитый абсолютно идеально единственно только что имела ножка выработку по втулкам большой лифт был поэтому купил комплект половина бразильских половина китайских вот естественно седло 45 угол и уже клапана притер все два хорошие ну и шлифану головку кое-какие места подвар сделали сварки потому что здесь вот от коррозии было битая вот съеденная на вот видно пятачок видите антифриз жрет алюминий вот кое-какие места подварил здесь 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 вот такие вот здесь вот здесь подвар был естественно плоскости шлифанули так ребята вот по клапанам вот такие вот клапана вот это клапан китайский вот так ребята вот по клапанам вот здесь вот немножечко видите ножка толстая вот это на выпуске клапан это китайский не знаю кнопка набов ски по-моему это называется к нам бы а это бразильский е в л по-моему называется его ну честно сказать клапана вот эти уже полегче весом нежели мои родные которые здесь стояли родные фольксвагеновский ауди фольксваген заводские те потяжелее это полегче но в принципе я не знаю короче как они будут ходить ничего не могу сказать вот это бразильский клапан это китайский клапан на магнит сейчас посмотрим как работает так вот магнит и вот посмотрим видите ножка не магнитится юбочка не магнитится а ножка магнитится здесь а этот магнитится впускной и ножка магнитится 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 не магнитится магнитится ну так проверяется клапана не знаю как они работать будут но тем не менее сейчас буду собирать полностью все за засухаривать маслачки новые маслачки или ринговские такие маслачки вот или ринг я ставлю всегда во всех случаях когда есть работа с маслачками то я беру покупаю именно или ринге они хорошо служат работает хорошо долго хорошо работает масло снимают не дубеют быстро со временем поэтому я их всегда ставлю так парни ну вот такая красота получается уже голова протянута все засухари на гидрики промыты прокачаны чистенькие коллектора установлены прокладки новые под коллектора как впускная прокладка так и выпускная прокладка так что я еще сюда приобрел на движок новая подушка на разборе нашел более-менее свежую вот эту вот никелированную нержавеющую нержавеющую тепловой экран старый экран вот так наполовину был сгнивший и половина этой детали отсутствовало теперь здесь будет тепловой экран так как ему и положено в норме то есть здесь он закрытый здесь закрытый будет аккумулироваться тепло от выпускного коллектора здесь уже практически все установил так также парни новая помпа новые тройники датчики стоят старые здесь тоже новый тройник зашкурил и от грунтовал вот эту вот защитку и покрасил крышку правда здесь я закосячил на этой крышке видите пупыри вылезли вода короче блин разбавителя не было под рукой в этот момент когда красил и плюс ну в краску растворитель 646 он падла вот на воде сволочь и вот он не дал вот такие вот пупыри косяк закосячил крышку но решил не переделывать крышку как есть пусть будет так теперь будет выглядеть ну остается только до собрать двигатель по мелочи остается здесь и буду втыкать но перед тем как втыкать я хочу перебрать кулисы переключения передач все сухари поменять у меня ремкомплект уже есть я купил там сухарики тяги яблочко и в общем все элементы сопутствующие на замену тяг переключения передач а то там уже не расхлебаны и выработку имеет и еще наверное я поменяю заодно пока там свободный доступ есть тормозной вакуум он в принципе работает но как бы уже он старый и так короче начал ржаветь коррозия на нем поэтому я купил новый китайский конечно вот хочу также поставить тормозной вакуум новый ну вот такие вот новости по движку смотрите следующее продолжение я по ремонту старичка гольф 2 будут на канале ждите новые видосы а я продолжу заниматься ремонтом и реставрации старичка